Тут написано, «Всякий, приходящий ко Мне, и слушающий слова Мои, и исполняющий им, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его? Потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тот час обрушился, и разрушение дома сего было великое». У меня вопрос к вам, посещающим церковь и богослужения. Как вы считаете, какая часть служения самая важная для вас? Прославление, благословение детей, я люблю молиться за нужды, сильно люблю молиться за нужды, проповедь, пожертвование или какие-то другие. Что для вас является, вот если мы разобьем служение, есть как бы бауштайн или, как сказать, элементы, с которыми составляется служение. Какая часть вы для себя считаете самой важной? Это время, когда мы поклоняемся Богу? Или это время, когда мы жертвуем материально? Или это время, когда мы молимся за нужды? Или это время, когда мы участвуем сегодня у нас в вечерях Господня причастия? Какая самая важная для вас часть? Это проповедь. Что самое важное? Что, если мы выберем, что является зерном служения? На самом деле это провокация. Это все важно. Нет чего-то важнее, чего-то менее важнее. Неважного мы просто не делаем здесь. Все служение важно. Но, знаете, я, к сожалению, вижу, что есть люди, для которых какая-то часть служения важнее, какая-то неважная. Кто-то, допустим, опаздывает на прославление только потому, что ему это не нравится. Он считает, это неважно, не нужно, зачем оно мне напрягаться, ехать туда, спешить, сбивать ноги. А лучше приду, когда все, вот эта музыка утихнет, они сядут все, тогда я приду. Есть люди, для которых самое главное оторваться на прославление, а потом можно... Вздремнуть немного. Такая атмосфера нормальная здесь. Здесь есть люди, которые вот сели и сказали аминь, и глаза... Все, так. Потом, когда говоришь аминь, и приятный аппетит к чаю, открылись люди, ожили. И ты просто видишь по людям, по их реакции, что они для себя считают важным и нужным. Ну, я, естественно, как проповедник считаю, что самая важная часть всего служения, все. Я проповедую, тема моя называется сегодня «Приходящий, слушающий, исполняющий». Моя проповедь называется так – «Приходящий, слушающий и исполняющий». И когда я молился, искал Иисуса Божьего и спрашивал, «Господи, о чем сегодня говорить к церкви?» Знаете, когда церкви уже 9 лет, вроде небольшой возраст, но уже, мне кажется, так много всего проповедано в церкви. Уже и об этом проповедовалось, и об этом проповедовалось, и семинар такой был, и проповедник такой приезжал, и об этом уже сказано, и вроде уже все проповедано. Но знаете, в этой книге глубина мудрости и откровения Божия. И вдруг мои глаза, я читал Евангелие, упали на это место, и оно как будто зажглось для меня. Я вдруг увидел это место совсем по-другому. Есть три этапа в жизни человека в познании Господа. В том, как человек приближается к Богу. Первый человек – это приходящий к Богу. Второй человек – это степень его приближения к Богу. Он не только пришел, он открыл свое сердце, чтобы слышать Слово Божие. И третий этап, можно сказать, приближения, посвящения человека к Богу – это когда он пришел к Богу, слышит его Слово, хочет, и заставляет себя, смиряет себя, чтобы исполнять это Слово в своей жизни. И здесь написано о том, что человек, который приходит к Богу, слушает Слово и исполняет его в своей жизни, он мудрый человек. Он счастливый человек. Он блаженный человек, потому что Бог говорит, «Я уподоблю его человеку, который построил свой дом». А дом – про образ жизни, на камне, на твердом фундаменте. И вот я хотел бы об этих трех моментах поговорить. Вы знаете, Бог, Он приглашает к себе людей. Сегодня Бог на этой земле, Он занят единственной целью. Я когда-то говорил об этом, и буду сейчас говорить об этом. Для Бога на земле ценность номер один – это чтобы мир был на земле. Это чтобы кризиса не было. Это чтобы войны не было на Ближнем Востоке. Это чтобы инфляция не поднялась. Или чтобы у нас на пенсии было все нормально. Как вы думаете, вот забота Божия, о чем мысли, о чем у Бога, когда Он смотрит на этот мир, семь миллиардов людей. Вот какая цель Божия, какой смысл, о чем помышляет Бог, смотря на землю? Конечно, все, о чем я говорил, дайте мне руку. Но Его приоритет, Его цель номер один – это церковь. Он на этой земле занимается тем, чтобы люди, которые еще не знают о Боге, услышали о Боге и могли принять свое решение, хочу я за Богом идти или нет. Это единственное, чем занимается Бог, к чему на сто процентов прилепляется Его сердце, чтобы как можно больше людей узнали о Боге и имели шанс получить вечную жизнь и войти в небеса. Потому что одним из признаков пришествия Господня на землю, и мы знаем один из ярчайших признаков, Иисус сказал, да будет Евангелие Царствия, проповедано по всей земле, и тогда придет конец. Недавно в интернете нашел ролик, мне он так понравился, кто заходит на мою страничку в Фейсбуке, может быть, вы видели его. Папуа – Новая Гвинея, туземцы в своей традиционной одежде, с перьями, с повязками, с набедренными своими повязками, перьями, со всеми бусами и разукрашиванием, цалпа, не знаю, человек, ну не знаю, человек в кадр попал, он человек может быть 200-300. Поднявши руки, знаете, что делают? Молятся молитвой «Шма Израэль». «Шма Израэль, Адонай». Это молитва, которая является основополагающей. Господь Бог, един Господь есть. Это на которой заповеди Господни строятся. Интересно для меня было видеть, как папуасы из Папуа – Новая Гвинея. Поднявши руки, молятся и поют на иврите. Можете представить себе? Царство Божие проповедуется до края земли. Царство Божие достигает племен. Еще, может быть, несколько десятков лет эти люди ели других людей на завтрак. Еще несколько десятков лет они друг друга снимали скальпи, делали другие вещи. Но сегодня эти люди поднимают руки и поклоняются живому Богу, осознаваясь Его как царя, а себя как служителя Его. И знаете, некоторые люди верят, не верят, но я знаю, что сегодня Бог занят тем, чтобы проповедовать Евангелие Царствия по всей земле. И общаясь с пастырями, с миссионерскими организациями, я посещаю разные конференции, и мы сегодня знаем, что сегодня огромнейшее пробуждение идет в Китае. И хотя сегодня там коммунистический режим, там такая смесь капитализма и коммунизма, там давят церковь, как в свое время в Советском Союзе, но каждый день многие сотни тысяч обращаются ко Христу. И церковь, находясь в подполье, растет. В Индии церковь растет. Сегодня серьезное пробуждение во Вьетнаме. Вьетнамские. Сегодня многие миссионеры русские едут туда и служат. Открывается библейская школа и получают образование миссионеры. В Африке в многих концах сегодня самый трудный уголок, это, конечно, Ближний Восток, Арабский мир. Ирак, Иран. Вы знаете, там сильнейшие гонения сегодня. Но у Бога на сердце сегодня рассказать каждому о том, что Бог есть. Для того, чтобы каждый человек мог с этим столкнуться, принять для себя решение. Пойду я за Богом или не пойду я за Богом? Знаете, каждый человек, он в своей жизни имеет шанс приблизиться к Богу. Услышав Евангелие, мы с вами живем в такой благословенной стране, здесь на каждом перекрестке есть церковь. Если человек сильно захочет и будет Бога искать, он найдет его. Бог сказал, если ты будешь искать меня, ты найдешь меня. Знаете, есть люди, которые приближаются к Богу. Знаете, я верю, что это первый этап в познаниях Бога, когда человек, движимый нуждой или проблемой, или вдруг кто-то ему на улице остановил и рассказал ему о том, что есть живой Бог, который любит тебя. Бог через разные ситуации старается приблизить человека к себе. Но я вижу и понимаю из того, что я читаю в Писании о Боге, что Бог никогда не будет навязывать себя людям. Никогда. никогда не будет заставлять человека поверить в Него. Знаете, буквально вчера у меня с моим сыном состоялся разговор, ему сейчас 8 лет, был определенный момент, и мы с ним разговаривали часов до 12. Я говорю ему, сын, знаешь, Бог дал тебе огромную привилегию родиться в семье верующих людей, служителей. У тебя есть огромная привилегия с детства начать свою жизнь с Богом. Но я говорю, но я не буду тебя заставлять. У тебя есть огромная привилегия познакомиться с Богом. Ты знаешь с детства, что Бог живой, что Бог отвечает на молитвы. Ты видишь мою жизнь, ты видишь жизнь мамы. Но быть верующим мы тебя не будем заставлять. У тебя есть свой выбор. Если ты примешь решение, скажешь, я в церковь ходить не буду, я не хочу. Ты можешь сделать свой выбор, и я не буду тебя заставлять, как отец. Ты можешь остаться дома, ты можешь жить, как мирские люди, ты видишь, как они живут. Но только ты должен знать, что есть Бог, есть вечность, есть ад, есть рай, и ты делаешь свой выбор. Сынок, но я не хочу, чтобы ты ходил и заставлять тебя молиться. Я не хочу тебя одергивать в церкви, когда ты не молишься, и там делаешь вид, и стоишь и молишься. Ну, когда же они там закончат, я уже на детскую бегу. Говорю, знаешь, я верю, я верю, что мы должны быть честными перед Богом и перед людьми. Если не хочешь, ну, честно не ходи. Написано в Екклезиастах написано, сын мой, что видят твои глаза, делай это. Хочешь налево, налево, хочешь направо, направо, только знай. Делай только внутри себя, знай, что за все, за это Бог приведет тебя на суд. Бог дает человеку информацию и знание, что он есть, какой он. Бог обозначает, что вот эти вещи называются грехом, за это человек будет судим. Я желаю, чтобы ты жил так, но Бог никого не заставляет и никого, знаете, не заманивает, не переламывает, не шантажирует. Человеку Бог дал свободу выбора, живи как хочешь, но знай, что я такой и жизнь такова. Но есть люди, которые отзываются. И сын говорит, папа, я хочу быть верующим, я хочу быть с Богом. Я не хочу в ад, я не хочу туда, я хочу Бога любить и хочу идти за Ним. Для меня, конечно, как для отца, это приятно слышать. Для меня это момент, когда мы даем детям вариант определиться в жизни, чего они хотят, отпустить их. Потому что я верю, я понимаю, что мы как родители имеем власть над детьми, но тоже должны давать им свободу, принимать решения. Знаете, так же и Бог в нашей жизни, Он открывается человеку, но с другой стороны, Он стоит и дает ему решение. Если человек позовет меня к себе, я приду к Нему. Если человек скажет, Бог, Ты мне не нужен, Он уйдет. Знаете, Бог, Он джентльмен, Он никому никогда не навязывается, Он никогда никому не приходит и не ломает руки, не зажимает его, не загоняет его в угол обстоятельствами, только поверь мне, и все, и тогда будет с тобой все хорошо. Нет, некоторые люди живут на земле в беззаконии до конца своей жизни, в масле катаются, делают беззаконие, живут в грехах, в масле до конца своей жизни, на земле благоденствуют. И можно сказать, вау, как классно им повезло. Какой ужасный конец. Представьте себе, всю жизнь прожить, говорит, жизнь в шоколаде, там, в золоте, в возможностях, там, острова, там, не знаю, любые возможности, любая машина, и ты проживаешь жизнь, и становишься пред Богом, и вдруг осознаешь, что все, что ты жил, это зря. Иисус говорит, какой смысл человеку, если человек прожил всю свою жизнь, приобрел мир, а душу свою потерял. Какой смысл из этого? Знаете, Бог, Он никому не навязывается. Вспоминая историю, когда ученики находились, плыли в лодке, находились на озере, поднялась буря, и у них в лодке был Иисус. И эта буря настолько была сильна, что начала заливать воду через борта в лодку, и лодка начинала тонуть. И они начинали бороться, выгребали воду, выливали, как-то пытались справиться, справиться с управлением этой лодки, опустить паруса и так далее. И не помогали. И вдруг они вспомнили, Иисус там лежит, ему дела нет. Когда они обратились к Нему, и когда они позвали Его, тогда Он вышел, встал, сказал Слово, успокоился ветер, успокоилось море, и все пришло в порядок. Знаете, Иисус не сказал, не знаете, я не вижу картины такой в Евангелии, где Иисус приходит и говорит, сейчас, ребята, разберусь. Иисус, иисус,